Приветствую вас на нашем канале. Если вы стараетесь вести здоровый образ жизни, стараетесь хорошо выглядеть, и питаться только полезной пищей, то не позволяйте этим опасным продуктам питания оказаться в вашем холодильнике. Или хотя бы ограничьте их потребление. Сегодня для вас черный список продуктов питания, которые активно игнорируют диетологи. Перечень получился довольно внушительным. Хлеб, из муки высшего сорта. Такой хлеб, только питает нас лишними калориями, не принося ничего полезного. Поэтому диетологи, отдают предпочтение цельнозерновому хлебу, и хлеб сам из муки грубого помола. Такой хлеб входит в категорию сложных углеводов, в нем сохраняются полезные свойства зерновых, он содержит нужную организму клетчатку, колбасные изделия и паштеты. Любое обработанное мясо содержит в себе много натрия, консервантов, усилителей вкуса и прочих химических добавок, помогающих продлить срок хранения. Поэтому питаться сосисками, колбасами и мясными паштетами нежелательно. Маргарин. Это настоящий лидер по содержанию трансжиров. Маргарин очень плохо влияет на здоровье, тяжело переваривается желудком, повышает уровень холестерина в крови, и помогает в наборе лишнего веса. Продукты, содержащие маргарин, также нежелательно кушать. Окладут его в фабричные печенья, пирожные, торты, и выпечку. Фастфуд. Подобные продукты, уже давно ассоциируются у всех здравомыслящих людей с эталоном вредного питания. Помимо полуфабрикатов, трансжиров и огромного количества пустых калорий, вместе с прочими вредностями фастфуд больше ничего не содержит. Отличная возможность посадить органы ЖКТ, и набрать много лишнего веса. Газированные напитки. Газировка. Вот лучшая компания для всяких полуфабрикатов и фастфуда. Хотите навредить своему организму по максимуму? Тогда сочетайте эти продукты. В газированных напитках невероятно много сахара, который приводит к резким скачкам инсулина. Очень много красителей, усилителей вкуса и прочей гадости. Одним словом, пить газировку не рекомендуют ни диетологи, ни врачи. Йогурты с фруктовыми наполнителями. По поводу йогуртов с вкусовыми добавками, все специалисты по здоровому питанию придерживаются единого мнения, однозначно вредно. Такие йогурты содержат много лишнего сахара, и от реальных фруктов в них ничего не остается. Альтернативой будут домашние сезонные фрукты и ягоды, которые лучше добавлять в натуральный йогурт, содержащий только бактерии и молочную основу. Заменители сахара. Есть два вида подсластителей – синтетические и натуральные. Натуральные подсластители, такие как фруктозы не опасны, но почти так же калорийны как обычный сахар. Синтетические подсластители, такие как аспартом, и сахарин, низкокалорийны, но опасны. Самый распространенный подсластитель – аспартом, При попадании в организм, он распадается с выделением целого ряда канцерогенных веществ. Существует также ряд исследований, доказывающих, что аспортом усиливает аппетит. Печенье с начинкой. Такое печенье вреднее, чем обычное. Оно обладает низкой питательной ценностью при высокой калорийности. Начинка или кремовая прослойка провоцирует повышенную выработку инсулина. Оно насыщено сахаром и жирами, а отказаться от него сладко и шкам невероятно сложно. Поэтому лучше и не начинать. Обязательно исключите указанные продукты из своего меню. Это позволит вам легче контролировать свой вес, а также сохранить здоровье. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, и будьте здоровы! Продолжение следует...